Здравствуйте, Михаил. Спасибо, что откликнулись на наше предложение для программы «Аргумент» для YouTube-канала «Униан». Поговорите об актуальном и насущном. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе. Михаил, давайте начнем с НАТО. Шумит везде, во всех пабликах и в российских в том числе. Это такой эффект бомбы, о которой они все время кричали, очень долго, что НАТО наступает, а тут вдруг наступило. Десять стран уже поддержали вступление Украины в НАТО. Это Канада, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния и Словакия. Как вы думаете, с кем все-таки будут заплеты? Кто будет тормозить или будет против? Давайте сначала на полшага назад. Смотрите, русские очень много кричали, что мы воюем с НАТО, а они воют с НАТО и так далее и тому подобное. На самом деле они рассказывали вот этот миф таким образом, чтобы, как всегда, как трусливая нация, это как в уличной драке. Они же любят эти аналогии. Уличная драка. В уличной драке ты приходишь, очень много рассказываешь, что ты самый сильный. В итоге тут выходит просто человек, ставит тебя на место, и ты при этом придумываешь причину, почему ты проигрываешь. Это понятно. Второе, безусловно, сам символизм этого шага чрезвычайно важен. Это очень важно, что Россия постоянно... Все говорят, смотрите, Россия эскалирует, поднимает ставки. Не так уже, как, например, до начала этой войны, даже не так, как в середине войны, но, тем не менее, постоянно оглядывается, что там Россия. На самом деле это заявление господина Зеленского очень точно поставило акцент. Смотрите, повестку формирует Украина. Украина формирует повестку на поле боя, Украина формирует повестку с точки зрения обеспечения безопасности Евросоюза, Украина формирует повестку с точки зрения важности защиты именно тех ценностей, о которых в Европе постоянно говорят, а сейчас Украина платит максимальную цену. Украина формирует повестку с точки зрения типа войны, которую ведет Россия, в том числе энергетической войны в Европе. Украина формирует повестку С точки зрения, смотрите, мы сами будем определять, не какая-то там Россия абстрактная, страна, которая действительно отсталая, нищая, убогая, но на самом деле имеет просто большой объём ресурса военного, оставшегося Советского Союза. Так вот, мы сами определяем своё будущее. В том числе, с точки зрения контура безопасности, НАТО здесь важно. Это очень символично. И смотрите, теперь, когда вы правильно ставите вопрос, кто-то будет ли блокировать, да, на уровне переговорного процесса, конечно, будут сложности. Это всегда сложный процесс, потому что это, с одной стороны, бюрократия, с другой стороны, те же люди, которые ещё вчера от разных стран. Я даже не знаю, там, любые страны, кроме этих десяти, которые однозначно с первого дня говорят чётко, есть Россия враг, есть Украина, которую нужно максимально жёстко поддерживать для того, чтобы вернуть ценности в обиход и так далее. Другие страны, которых вы не назвали, которые не входят в эту десятку, практически все остальные 20 стран, они, ну, кто-то меньше, кто-то в большей степени, будут тяжело вести переговоры. Почему? Потому что им самим нужно будет отказаться от стереотипного представления о России. Это первое. Второе. Отказаться от чрезмерной бюрократии, которая долгое время не позволяла принимать эффективные решения, в том числе уже по ходу этой войны. Третье. Отказаться от, скажем так, от национального эгоизма, да, который очень часто, очень часто мешает, действительно, очень быстро принять решения, которые, знаете, парадокс в чём? Вот парадокс не только, кто будет тяжёлые переговоры с нами вести по вступлению Украины в НАТО, а в чём парадокс, что даже те страны, которые больше всего оборачиваются на Россию, они как раз-таки усугубляют проблемы экономического плана, энергетического плана в Европе. Потому что если ты быстро принимаешь решения, то можно, конечно же, очень быстро пройти тяжёлый период. Но мне кажется, что, смотрите, есть один очень важный параметр. Как только Украина, в принципе, доведёт эту войну до финала, до правильного финала выиграет, да, мне кажется, что все страны НАТО, они одномоментно скажут, мы считаем, что этот член обязательно должен присутствовать в альянсе, в альянсе НАТО. Почему? Потому что у него чрезвычайный опыт ведения войны, у него чрезвычайный опыт ведения масштабной войны, интенсивной войны, у него чрезвычайный опыт противостояния таким монструозным странам, как Российская Федерация. Это, по сути, единственная страна, через которую прошло тестирование всего западного оружия и так далее и тому подобное. То есть мы станем не то что в России, да, мы станем обязательной частью, которая по умолчанию должна быть в блоке НАТО. То есть а сейчас ещё эти страны, да, они ещё немного так оглядываются на Россию, то есть ещё вот они верят, ну, побаиваются, мне кажется, как-то побаиваются. А что же будет? То есть до сих пор ещё побаиваются, хотя видят, что мы продолжаем контрнаступление. У нас уже Лиман освобождён от оккупантов, да, который ещё 24 часа назад был аннексирован псевдореферендумами, да. Сейчас он вернулся под контроль Украины. То есть это ещё какой-то вот страх, который веет ещё, не знаю, там, холодной войной, Советским Союзом. А что это? То есть они ещё не догнали всю эту нашу историю. Они точно не догнали историю, вы абсолютно правы. Только я бы предложил нам выйти, опять же, из обсуждения аннексии территории и так далее. Нету никаких территорий, которые Россия может называть своими. Есть территории Украины, временно оккупированные. И, в принципе, надо спокойно к этому относиться. Просто война есть война. То есть нам нужно будет эти территории освобождить, независимо от того, что там говорит Российская Федерация. Для нас Российская Федерация — это такой, знаете, абсолютно униженный уже субъект, который, да, к сожалению, имеет много ресурсов, но, тем не менее, с которым вполне можно иметь дело с точки зрения наказания его за то зло, которое он принёс в этот мир. Что касается западных стран, это гораздо более глубинная проблема. Это не вопрос наследия советских времён вот этого империи зла, страха. Нет. Это скорее имеет отношение к человеческой психологии, когда ты привык к определённому ритму жизни, к определённому образу жизни, когда ты всё время ссылаешься, что, смотрите, давайте вот за эту красную линию не заходить, потому что там Россия, она может вот что-то ещё поднять ставки, ещё эскалировать, она нам невыгодна. А с другой стороны, смотрите, а зачем нам заходить туда? Россия ведь предлагает какие-то опции теневые. Смотрите, мы же просто очень хорошие люди, мы же не поднимаем многие вопросы. Почему, например, госпожа Меркель неожиданно вот пару дней назад вышла и заявила о том, что, вы знаете, вы всё-таки слушаете господина Путина, он не блефует, он действительно может применить ядерное оружие. Вы должны как бы к этому серьёзно отнестись. Это очень важный аспект. И, наверное, вы должны отдать всё, что он просит. То есть, понимаете, это выглядит уже чрезвычайно, странно. И мне кажется, было бы правильно, чтобы среди немецкой элиты, если она хочет не оказаться среди аутсайдеров, было бы хорошо задать вопросы, а почему так настоящее эти годы вы это делали? Вы всё время говорите, только не обижайте Путина, только смотрите, не сделайте так, чтобы он на что-то разозлился. Это очень серьёзный человек. То есть, как-то выглядит странно, что госпожа Меркель постоянно разменивала интерес Объединённой Европы на интерес Российской Федерации. Так вот, это наиболее ярко выглядит, оно имеется в виду наиболее очевидно. Но, с другой стороны, вот эти все политики, которые на разных уровнях принимают решения, они просто не могут поверить в то, что мир выглядит иначе, что в этом мире нет сильной страны под названием Российская Федерация, что там нету такого субъекта, как Путин, которого нужно обязательно уважать, из-за страха уважать, не из-за интеллекта его, потому что Российская Федерация не демонстрирует интеллект, но из-за страха и так далее. Вот они никак не могут понять, что вот они жили, или вернее, признаться себе самим, что они долгое время жили в иллюзии, которая привела к этой трагедии, в которой оказалась... Вот тут я похвалю эти элиты европейские, очень сильно похвалю. Я считаю, что они невероятную работу делают сегодня, невероятную работу над том, чтобы сломать внутренние свои вот эти предубеждения, сломать вот эти, скажем так, абсолютно неправильные оценки, которые долгое время над ними давлели, и выйти из вот этого кокона страха, страха по отношению к Российской Федерации. Мне кажется, вот эта консолидированная позиция Европы, и в том числе, кстати, господин Столтенберг очень чётко сказал, что мы не признаём ничего, мы считаем, что Россия должна проиграть. Михаил, давайте тогда продолжим про ООН. ООН получилась в тупике, потому что Россия витирует решения касательно Украины, всё произошло как с этими псевдореферендумами. Это какой-то тупик. Почему нельзя Россию исключить из ООН? Это я, знаете, как просто обывателю спрашиваю. Знаете, как у меня друзья подходят и говорят, в смысле, почему Россия до сих пор в ООН? Это же, ну, она просто ставит тупик, вообще все ценности этой организации, она их нивелирует, просто ставит всё в тупик. Здесь, на самом деле, очень просто. Первое — деньги, которые Россия тратит на международные институты. И второе — это абсолютное отсутствие за эти годы сформированного лидерства в международных институтах. То есть тяжело, если ты по своей природе человек второго, не лидерского плана, да, второго, третьего, четвёртого эшелона, тяжело в кризисных ситуациях сказать, «Нет, мы изменим традиционные правила». И, с другой стороны, тяжело отказаться от денег, которые Россия очень долго тратила на разные мероприятия, которые около этих организаций, внутри организаций проводились. Это тяжело. Россия была исключительно интенсивно интегрирована именно в оплату разных там всяких сессий, которые проходили, разных конкурсов. Ну, то есть, грубо говоря, позволяла зарабатывать деньги вот этим чиновникам, которые очень эффективно выглядели во всех этих пропагандистских мероприятиях или организационных мероприятиях Российской Федерации. Это две составляющие. Но есть нюанс. Россия практически сегодня полностью дискредитирована и в этих органах, и с точки зрения использования их традиционно как площадок, где она может свою позицию высказывать. Тот же господин Гутерреш, кстати, очень чётко сказал, параллельно с выступлением Путина на вот этом странном шоу, шоу фриков, как я его называю, потому что оно именно так выглядит. Я не знаю, почему люди называют это серьёзным мероприятием. Это выглядит эффектно с точки зрения визуализации людей, которые там находятся, какие у них лица, как они там себя ведут, как они выглядят в целом. И субъект по фамилии Путин, который выступает с вот этой пафосной речью из 70-х годов, это выглядит просто феерично. Мне кажется, что это нужно было бы зафиксировать и потом демонстрировать, потому что это вот такой брежневский, позднебрежневский стиль уже, абсолютно примитивный, предсказуемый. Конечно, аргументы у человека феерические. Я вообще, честно говоря, всегда поражаюсь, когда кто-то говорит, что господин Путин умеет думать. То есть такой дремучего интеллекта очень тяжело найти на таком уровне. То есть люди, которые на таком уровне находятся, если сами не в состоянии проанализировать, это тяжело, причина следственной связи. Вы понимаете, что часто лидерами становятся люди случайные. Но, по крайней мере, аналитика какая-то должна. То есть какой-то объемный материал, на основании которого, ты говоришь, вот эти нелепости, да, это просто феерический человек. Но, в принципе, мне кажется, что он синонимичен нынешнему состоянию интеллекта Российской Федерации в целом. То есть вот эта страна именно так выглядит, как выглядит господин Путин. Но, тем не менее, вот параллельно выступая с ним, господин Путин Терреш четко сказал, что не было никаких мандатов, никаких прав, ничего. Все нарушения международного права Российская Федерация совершила, и атакуя Украину, и проводя вот эти референдумы. Ну, как бы, как референдум? Это, на самом деле, не юридическое действие. И, соответственно, не имеет никакого значения. Почему? Это очень важно было, что даже такая, скажем, беззубая организация, как ООН, зафиксировала факт абсолютного отсутствия события под названием аннексия территории. А почему это, говорю, важно? То есть, грубо говоря, Гутерр сказал прямо, единственная страна, которая имеет право там проводить боевые действия по обороне этих территорий и по изгнанию оттуда любой оккупационной армии, не только российской, но любой, да, является Украиной. Все, что делает Россия, это абсолютное беззаконие, по сути, совмещенное с военными преступлениями. И так это будет трактоваться впоследствии. Смотрите, выгнать Россию из ООН сейчас, в разгар войны, да, это невозможно. Вы требуете невозможного от людей, которые являются гораздо мельче, чем те решения, которые они должны принять. Мы же с вами понимаем, что только сильные люди могут принимать сильные решения. К сожалению, многие институты сегодня международные, многие страны возглавляют люди, которые не являются соответствующими новому вызову, который сгенерировала Российская Федерация. То есть вызов, который ломает каркас и безопасности, и социальных отношений. Но очень важно Украине выиграть, я об этом повторяю, это не вопрос даже, что мы должны свою территорию освободить, и не вопрос, что мы должны наказать безнаказанное зло. Это очень важно, потому что Россия во многих войнах безнаказанно себя вела и никогда не отвечала даже за аннексию нашего Крыма, не ответила так по закону. Вот это важно для нас. Но есть еще важная составляющая этой войны. Мы должны, во-первых, обнулить вот эту боязнь изгнать Россию отовсюду. Ее изгонят после этой войны, как страну проигравшую, ее будут изгонять просто жестоко. Она будет платить, выплаты нести не только нам, но и разным странам, другим. Эта страна должна быть опущена максимально. Изгнана изо всех органов присутствия, где она находится в глобальном, где она мешает действительно. Вот такие, как Amnesty International. Знаете, это невозможно, когда организация под названием Amnesty ведет себя как исключительно пророссийская организация. Невозможно, когда Международный комитет Красного Креста ведет себя исключительно, как господин Маруэр конкретно, ведет себя как странный субъект, который не может обеспечить... Вот видели, каких мы пленных забрали. После этого мы можем поверить Красному Кресту, что он надлежащий, выполняет свои функции. Вот эти фотографии наших ребят, которых забрали из плена, 215 человек, это конкретный приговор Международному Красному Кресту. Вот это все очень быстро обрушится после проигрыша Российской Федерации. То есть мы сможем быстро пройти через обновление год, два, три. Везде произойдет обновление и элиты, и функционала, и уставов, и Россия откуда-то будет вообще изгнана. Где-то она получит роль аутсайдера и так далее. Это крайне важно. Вы правильный аспект затрагиваете этой войны. Нам нужно будет перестроить всю систему межгосударственных отношений. Да, вот интересно, какую картинку потом мир этих организаций увидит. Возможно, какие-то вообще перестанут существовать, кто-то вообще кардинально поменяется. Вот то есть мир поймет, что это все было, ну, как оказалось, Украина показала, это все на бумаге, получается, было. Да, вот, ну, потому что Россия же вообще, ну, закон, Россия, какие-то международные права. Ну, что? Вообще же ничего. То есть это же чревато не только для Украины, для всего мира. То есть мы, как сейчас находимся, у меня такое чувство, что нас захватил террорист в самолете, вот, и выставляет свои требования. То есть просто вот убить нас ядерным оружием и так далее. И как бы все-таки, ну, мы же его боимся, ну, может, попробуем, ну, вот, Украина в НАТО, да, да, ну, давайте не сейчас, как Салливан, да, например, там, заявил. Очень, очень, очень правильный акцент. Действительно, мир болен таким системным стокгольмским синдромом. И, безусловно, мир болен тем, что международное право — это только определяется только зрелостью страны, которая готова его соблюдать. Мир болен тем, что нету жесткого консолидированного совместного ответа, если кто-то пытается наружить. Ведь не только Россия. Россия просто максимально до абсурда уже довела нарушение международного права. Вот это всё, что она делает. А есть такие страны, как также Северная Корея, допустим, мир же тоже не особо сильно реагирует на то, что они делают. Ну, то есть, соответственно, вы правы. Это фундаментальная опасность, которая в любом случае приводит мир постоянно на порог какой-то катастрофы. Вот наличие таких стран, которые могут игнорировать определённые договорённости. Ещё раз подчёркиваю, мир построен на том, что ты добровольно будешь соблюдать ту или иную договорённость, и будешь нести за это ответственность определённую. Если ты, вот так как господин Путин сказал, да нас не волнует, мы вот приняли решение. Смотрите. Мне вообще парадоксально на это смотреть, потому что уровень, опять же, мне тяжело вообще оценивать всё, что происходит, потому что я всегда считал, что люди должны причинно-следственные связи понимать. Но вот смотрите, как выглядит история. Российская Федерация — большая страна, накопила определённый объём оружия. Инициативно, без всякой провокации, придумав там свои пропаганды, какие-то поводы вторгаются на территорию суверенного государства, захватывая часть этой территории. Дальше происходит следующая сторона, ну, то есть Украина, мобилизуется, доплатит за это большую цену. Сначала теряет часть территории, потом она сможет освободить эту территорию и начинает это делать. То есть, грубо говоря, в обычной войне Украина начинает побеждать Россию. И в этот момент субъект по названию «Россия» выходит и говорит, смотрите, да нам вообще плевать на всё, у нас есть ядерное оружие. И мы сейчас, если вы не согласитесь, чтобы они нам отдали ту территорию, которая является их, ну, просто мы пришли, своровали территорию, тогда мы применим ядерное оружие. То есть они одновременно всё ломают, всё ломают, всё, на чём базировалось, глобальная и ядерная, и обычная безопасность. И при этом все остальные, вы правильно говорите, все остальные говорят, ну, давайте подождём, как это событие будут разворачиваться. Более того, нам говорят, давайте подождём, как Украина будет реагировать на эти ядерные угрозы. И нам даже эти вопросы задают. При этом я отвечаю, ребята, смотрите, ну, вы же не шутите так. Есть же конкретные вещи. Мы не ядерное государство. Мы не подписанты, кроме договора о нераспространении ядерного оружия, мы не подписанты ни доктрины ядерного сдерживания, ни то, как оно должно использоваться ядерное оружие. У нас его нет. Мы не можем регулировать отношения с ядерными государствами на равных. Пожалуйста, посмотрите доктрину, которую вы подписали, определите, как вы будете действовать, и действуйте, потому что иначе завтра все другие страны скажут, смотрите, кроме ядерного оружия у нас ничего не должно быть. Нам достаточно будет грязной или чистой бомбы. И таким образом мы можем заходить куда угодно, брать чужие территории, защищать свои. Я объясняю всем, вы действительно хотите жить в мире, где все будут иметь возможность иметь оружие массового поражения, неважно на каком уровне и так далее. Вот это все говорит о неспособности современной системы оценки рисков, правильно эти риски оценивать и вырабатывать соответствующие быстрые антикризисные решения, которые должны компенсировать эти риски. То есть, на мой взгляд, по Российской Федерации нужно было бы принять четкое решение. Все уже. Война масштабная. Эскалация достигла пика. Потому что, когда нам говорят, давайте не провоцировать Россию, потому что может быть больше эскалации, я задаю вопрос. А что такое большая эскалация? Использовано все оружие. Все виды конвенционального оружия они уже задействовали. Кроме оружия массового поражения. Но мы не ядерная держава. И опять же, возвращаясь, мы не ответим на ядерное оружие, допустим. Так вот, что такое эскалация? Соответственно, как мир должен действовать? Максимально жестко. То есть, мы должны выиграть войну. Мир должен вложить в это ресурсы. И денежные, и военные, и любые другие. Мир должен принять вот то, что вы говорите. Все решения, чтобы Россия временно, пока эта страна, как террорист, находится на территории Украины, была заблокирована, вправе выступать на любой международной трибуне, чтобы она не могла ни вето нанести. То есть, нужно было бы внести срочно правки в регламенты этих, скажем так, международных институтов, международных организаций, включая Европарламенты, ООН, Международный Красный Крест, неважно, любые. МАГАТЭ. МАГАТЭ тоже ведь организация, которая выглядит чрезвычайно странно. Очень странно, тем более в свете событий, когда выкрали директора Запорожской атомной станции, просто увезли в неизвестном направлении и вот просто поинтересовались, где он и так далее, но хотя бы какой-то ультиматум уже выставили, чтобы его вернули, да? Не будет делать МАГАТЭ. Смотрите, Россия по ЗАЭС пытается очень быстро пойти по пути создания нового юридического лица и переключить ее в сферу юридических интересов Росатомной и таким образом заявиться в МАГАТЭ. Уже сказать, смотрите, вы не имеете права ничего нам здесь говорить, потому что мы уже юридически влияем на ЗАЭС. Это наш субъект, субъект хозяйствования. Мы гарантируем его безопасность. Мы будем его гарантировать, в том числе военным путем. И вот этот господин Гроси, очень интересный тип, он действительно может сказать, вот он сегодня постоянно выступает, что он очень сильно занимается обеспечением линии безопасности вокруг ЗАЭС. Это очень странно звучит, потому что господин Зеленский очень четко сказал, там всего лишь три шага надо сделать для того, чтобы все закончилось именно с точки зрения ЗАЭС. И не надо выдумывать никакие конфигурации, не нужно на себя натягивать, что ты умнее президента Украины или можешь предложить какой-то более действенный план. Части простые. Вывод, немедленный вывод российских войск с территории ЗАЭС. Второе, это 10-ти или 15-ти километровая зона по сути демилитаризации, где не будет никаких войск находиться. И понятно, что тогда никто не будет обстреливать эту территорию. И, наконец, третье, в полном объеме туда должна вернуться гражданская администрация украинская, которая является профессиональной с точки зрения оценки рисков работы на ЗАЭС с учетом всех нынешних обстоятельств. И так далее. Три простых шага. Вот мне всегда поражает, когда кто-то выходит из этих субъектов, которые имеют отношение к международным институтам, и начинает демонстрировать вот этими, знаете, бюрократически-казуистические слова, говорить, да, думают, что все остальные аж глупые люди, да. Вот человек имеет очень низкий уровень эрудиции, да, и он считает, что все остальные очень глупые, и поэтому предлагает какую-то казуистическую формулу. Давайте мы тут будем серьезно заниматься, чтобы оставить это у русских, но при этом будем говорить, что мы тут обеспечили безопасность. Ну, к сожалению, вы правы, вот эти институты должны будут пройти через серьезную трансформацию. Вот это еще одна причина правильно закончить войну. Все это в таком виде не может оставаться, потому что в любой момент, что мы с вами понимаем, и в любой следующий момент, если эти институты будут в таком виде выглядеть, у нас не будет никаких решений, антикризисных решений по другим конфликтам, большим, меньшим, неважно. То есть мир на сегодняшний день, давайте зафиксируем, это очень важный аспект, на сегодняшний день, к сожалению, мир не имеет посреднических площадок, на которых можно решать существенные и несущественные конфликты. Все эти площадки неэффективны, недейственны, и они нужны только для того, чтобы люди получали там какой-то хороший доход от своего статуса. Да, печально, конечно, на самом деле звучит, если бы не ЗСУ, да, и Украина, то выхода бы не было, ВСУ, извините, выхода не было вообще. Вот вы сейчас говорили про ЗС, а я вот думаю, как в принципе, есть ли какой-то путь убрать оттуда эту нечисть, да, с оружием, чтобы не навредить, чтобы ничего не взорвалось, никуда и ничего не попало. То есть есть ли способ? Абсолютно есть способы. Этот способ рассматривается на ставке верховного главнокомандующего, в том числе абсолютно сценарно понятно, как мы будем действовать на Запорожской атомной электростанции. Вы абсолютно правы на сегодняшний день главным, скажем так, элементом демократии, восстановления в своих правах демократии, в том числе на европейском континенте в целом, являются вооружённые силы Украины. То есть мы возвращаем мир к пониманию того, что ценности стоят того, чтобы за них бороться. Второе, что всегда должен быть тот, кто готов платить высокую цену за эти ценности. Третье, тот, кто готов платить эту цену, должен при этом разбираться, как заставить оппонента проиграть войну. Это всё относится сегодня к Украине. И Европе повезло очень сильно. Это не пафосно сейчас я говорю. Наоборот, я с точки зрения оценки, анализа того, что происходит, Европе очень повезло, что на пути Российской Федерации оказалась Украина. Потому что все остальные страны, ну, за редким исключением, мы не можем обговорить однозначно, но тем не менее, исходя из того, как Европа, к моему сожалению, огромному сожалению, позволила России за последние 10-12 лет выстроить монополию энергетическую, то есть, по сути, перехватить управление ключевым ресурсом внутри Европы, который является чрезвычайно опасным, потому что он определяет и ценоположение не только на коммунальные какие-то услуги, а в целом цену жизни в Европейском Союзе. Вот Европа абсолютно бездумно всё это отдала России. И сегодня Европа имеет войну энергетическую, которую затеяла Российская Федерация, в том числе подрывая, причём демонстративно, инфраструктуру критическую, относящуюся к странам НАТО, это всё говорит, конечно, о чрезвычайно тяжёлом положении с анализом рисков европейских стран и к неготовности действительно отстаивать и свои свободы, и свои права, и свою независимость, и свою конкурентность. Это очень важно, что Украина взяла на себя эту миссию. Конечно же, Европа может по-прежнему делать вид, что они там очень круто разбираются во всех процессах политических, не могут проводить какие-то большие и так далее, но страна под названием Украина показывает, что всё достаточно быстро решение на него. Лидер политический зло просто, что у нас сначала готов принимать решения, сначала готов, а потом подумать, насколько он будет выглядеть соразмерно тому, что привыкли видеть в Европе нам это повезло, и европейскому континенту в целом тоже это повезло. Поэтому я считаю, что у нас особо рисков и по всем остальным направлениям есть единственный риск, который называется количество оружия. Я о нём всегда говорю, количество оружия минимизирует количество и скорость поставки определённой. А, кстати, между прочим, объём оружия, это удивительная история, конечно, но тем не менее, небольшой объём оружия, оно существенно, во-первых, ускоряет окончание войны, то есть все говорят, когда закончат, дайте тот объём, который нужен, и вы увидите финал буквально в месяце, не в годы, как вы там себе думали, а в месяце. И второе, безусловно, это существенно минимизирует нам потери, потому что всё-таки терять людей, потому что на тебя пришла орда и совершенно диких варваров, которые сейчас мобилизуют вообще бесполезный материал, как я понимаю, то есть в России вообще это неважно. У вас снарядов не осталось, поэтому вы решили 300 тысяч как минимум отправить под снаряды Украины, то тратить на вот этих варваров, своих людей, ну это, конечно, не соразмерный размен, да, то есть для нас один человек стоит 30, 40, 50, а то есть 100 и 1000 вот этих варваров. То есть, грубо говоря, смотрите, это тоже надо зафиксировать, это я редко говорю, но очень важный параметр, на мой взгляд, это очень важно. Смотрите, для человеческой цивилизации очень важен каждый субъект, который генерирует добавленную стоимость, то есть тот, который вкладывает в эту цивилизацию что-то, что позволяет ей прогрессировать. Смотрите, стоимость одного украинца сегодня, независимо от того, кто он, что он, где он, особенно тех, кто на переднем крае, как правило, она равна 1000 единиц живого веса Российской Федерации, то есть 1000 варваров, чтобы было понятно. То есть их совокупный вес для человеческой цивилизации, 1000 этих варваров, да, гораздо меньше, менее ценен, чем один украинец. Это очень важные параметры, поэтому я считаю, что война идёт неравномерная, и нам бы хотелось сократить количество наших потерь, и мы об этом нашим партнёрам говорили. Смотрите, ценность Украины намного выше, как оказалось, чем ценность России многократно, в сотни раз выше. Вот и всё. А партнёры что говорят? Что отвечают? Хороший вопрос. Вы задаёте сегодня все вопросы правильные, они глубинные с точки зрения понимания, что война — это не вопрос количества выстрелов калибра 152, или 155. Война — это гораздо более системная сегодня, она обозначила накапливающиеся противоречия. И когда мы партнёрам говорим о том, что это всё гораздо иначе выглядит на самом деле, что в этом есть определённая глубина, это есть… Они впадают в некоторую прострацию, в шок, потому что они реально жили, ещё раз подчёркиваю, в определённом усечённом, упрощённом мире. В этом мире были совершенно другие ценности, потому что они считали, что после Второй мировой уже больших конфликтов не будет. Будут локальные территориальные конфликты где-то в других регионах, и, соответственно, можно будет просто проводить какие-то семинары, где разрабатывать концепцию, как должно выглядеть гуманистическое сообщество в целом, теоретически. То есть к практическим вызовам они не готовы. И, конечно, для них когда ты говоришь, что война на самом деле — это о другом, не о том, чтобы освободить Херсон, допустим, только, или, например, Донецк-Луганский, кстати, сторонник, максимально жёсткий сторонник того, что мы должны быстро зайти именно в Донецк-Луганский. Вот эти два города должны впасть. Это символически, и после этого, собственно, начнётся обрушение не только финала войны, быстро будет понятен, но и обрушение политической системы в России. Так вот, когда ты им говоришь, что это не вопрос Херсона, Донецка, Луганска, или конфликта Украины, России, или каких-то прав национальных меньшинств, или языковые какие-то конфликты, нет. Вот они начинают теряться, они совершенно не готовы к глобальным вызовам. Как оказалось, европейские элиты не готовы к глобальным вызовам, европейские элиты не готовы к тому, чтобы брать на себя ответственность и принимать ключевые фундаментальные решения. Но тут, опять же, я вернусь, я всегда об этом говорю, я хочу сказать, что за вот эти семь месяцев я вижу существенную трансформацию их мышления. Они действительно меняются, и меняются в лучшую сторону. но они действительно восхищены Украиной, и они действительно готовы сломать себя изнутри для того, чтобы сказать, что они тоже понимают, что такое ценности, свобода, демократия и почему Украина сегодня важна. Это, кстати, очень сильно. Вот видеть эту трансформацию в течение вот этих семи месяцев, это очень сильное зрелище, потому что я считаю, что это резко усилит европейский континент в целом и евроатлантическую цивилизацию, если так можно сказать, особенно учитывая нарастающие конфликтные точки в других регионах. Но хотелось бы всё-таки оружие стали быстрее давать. Всё-таки хочется, мы понимаем, что оно нам критически важно, да? Никто не был готов к такому объёму и интенсивности войны, к такому объёму расходуемых материалов, прежде всего, снарядов, реактивных снарядов, расходников для ствольной и реактивной артиллерии. Безусловно, нигде ВПК столько не производили, это Российская Федерация вкладывала очень много денег, но тем не менее всё постепенно увеличивается и в объёмах, и в скорости поставок. И мне кажется, что вот это последнее заявление Путина, о котором вы говорили, да, и вот эти якобы аннексии и так далее, и вот эти особенно угрозы ядерным применением ядерного оружия, они однозначно окончили эру колебаний среди европейских наших партнёров. Ну, браво! Кстати, вот вы затронули тему северных потоков и диверсий, да, которая произошла на ней, которая, в принципе, их, ну, прекратила их работу, да, ну, и понятно, и что ещё следствие не выявило, кто именно это сделал и так далее, но мы же понимаем, да, кто всё это сделал, вот, зачем это нужно Российской Федерации останавливать то, во что нужно огромное количество денег, то, чем они шантажировали всю Европу и так далее. Северный поток-1 и Северный поток-2, точнее. Ну, во-первых, я как официальное лицо, конечно же, не могу сказать, кто точно разрушил. Ну, да, если теоретически, представим. Гипотетически, да, следствие ещё идёт и следствие, я надеюсь, установит дальше. Во-вторых, из четырёх нитей веток газопроводов Нордстрим полностью, первый, уничтожен тот, который действительно, через который шло газоснабжение Европейского Союза, в том числе, по действующим контрактам. А во втором одна ветвь уничтожена, одна осталась во втором Нордстриме. Это очень важное уточнение. Смотрите, единственным бенефициаром является Российская Федерация, это безусловно и абсолютно точно. Более того, это была попытка повысить ставки, в том числе. Россия понимает, что она в военном плане проигрывает, Россия понимает, что у неё остаются только вот эти нетрадиционные инструменты. Это инструменты либо энергетического максимально масштабизации энергетического давления на Европу. Это можно делать только в этом сезоне, потому что в следующем сезоне Россия уже будет иметь ничтожное влияние на европейский энергетический рынок. В этом сезоне она должна будет заблокировать все возможные поставки энергоносителей, где только может, взрывая и нитки Нордстримов, и перекрывая поставки через другие ветви, через польскую, через украинскую, там остатки какие-то идут, и взрывая в том числе даже если понадобятся ЛНГ-терминалы и так далее. Россия понимает, что это единственный способ поддавить на Европу основательно и заставить Европу выйти на улицы и поддавить свои правительства и принудить эти правительства давить на Украину, чтобы Украина села за стол переговоров и зафиксировала ультиматум Российской Федерации. Они понимают, что, еще раз подчеркиваю, в войсковом плане что-то сделать с украинской армией будет крайне тяжело. Они понимают, что применение ядерного оружия в принципе невозможно, потому что мы уже об этом говорили, будут существенные удары со стороны партнеров, я в этом не сомневаюсь, потому что протокол очень четко это говорит, это не наша проблема, а проблема ядерных государств. И таким образом у них остается единственное весомое, давайте говорить объективно, единственное весомое оружие это максимизация ущерба, энергетического ущерба Евросоюзу в этом сезоне. То есть нужно убрать все возможные поставки. И особенно это может подействовать на такие страны, с которыми очень плотно они работали, где там до 70% газового рынка контролировали, это даже Германия, это же Франция и так далее и тому подобное. То есть соответственно мы понимаем, почему Россия это делает, как она это делает. Я уверен, что следов Россия оставила чрезвычайно много. Она ничего не умеет делать без того, чтобы оставлять следы своего присутствия. И кроме того, вот тут очень важный аспект, опять же его зафиксируют. Смотрите, когда кто-то думает, что Россия продумывает свои шаги в среднесрочной или в долгосрочной тем более перспективе, он крупно ошибается. Россия малоинтеллектуальная страна. Еще раз почему Россия думает очень короткими стратегиями и поэтому очень часто допускает ошибки. Она считает, что вот это событие сегодня сделанное принесет дивиденд, оно сегодня приносит дивиденд, определенную панику, там, ну, какую-то, да, вызывает какие-то сомнения, какой-то диалог вызывает. Но в среднесрочной перспективе это будет бить только по России. Но Россия живет именно короткими стратегиями. И поэтому все ее действия связаны именно с принятием решения, которое только на первый взгляд выглядит эффективным, а дальше оно только генерирует убытки с нарастающим в геометрической прогрессии итогом. Поэтому нужно к России с пониманием относиться. Я бы вообще всем рекомендовал, когда вы слышите слово «Россия», иронично улыбаться. Почему? Потому что более уникального примера страны, которая сама себя высекает, как известная унтер-офицерская жена, не существует. Эта жена, жена, эта страна живет исключительно в реальности Салтыкова-Щедрина. Она только там может. Это город глупов, масштабированный на всю территорию Российской Федерации. И поэтому не ожидайте от них осмысленных решений. Это очень важно. Потому что это тоже ошибка будет с нашей стороны, если мы будем недооценивать их возможность совершить тот или иной самоубийственный шаг, который повлечет за собой жертвы у другой стороны. Это мы должны правильно оценивать. Но мы при этом должны понимать, что видеть у России умные многокодовочки не нужно. И это ключевая ошибка еще оставшейся у части политических элит и европейцев, и даже у нас. Ну, мы-то привыкли, нам, знаете, по капле надо из себя выдавливать все-таки младшего брата, потому что это нам столетиями навязывалось. И вот нам, как вы сказали, надо расправлять плечи и вспоминать, что нет, 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 мы вот здесь сейчас первые. А это уже остатки былой роскоши. Хотела бы спросить по поводу Беларуси и Лукашенко. Он как-то куда-то, во-первых, пропал, поехал в Абхазию и пропал. Но на границах с Беларусью все-таки проводятся Беларусь и Украина со стороны Беларуси, проводятся учения. И опять-таки не будет ли попыток опять зайти с севера на Киев, на Чернигов и так далее. Или это опять-таки бряскание оружием и шантаж? Я буду здесь очень краток, здесь достаточно все понятно. Во-первых, Лукашенко крайне растерян. Субъект имеет очень большие проблемы во внутреннем, на внутреннем рынке политическом он не настолько силен с точки зрения легитимности, как он привык себя считать и как было до лета осени 2020 года. С другой стороны, он находится по чрезвычайным давлениям господина Путина. Естественно, они хотят от союзного государства получить более интенсивное участие в войне, что чревато для Беларуси резким обнулением перспектив государственности уже белорусской. И белорусы это понимают, я имею в виду, в том числе, кстати, господин Лукашенко, что это резкий рост санкционного давления, это возможность достаточно эффективной работы украинской армии, в том числе на территории Беларуси и так далее. Он это прекрасно понимает, поэтому он находится с одной стороны в растерянности, а с другой стороны в подавленном состоянии. Он пытается делать какие-то внешние публичные шаги, которые как бы должны почерпнуть его лояльность к России, но при этом не сделать действий, которые должны почерпнуть его лояльность к России. Что касается учений, они как раз в этой парадигме мы делаем внешне понятные действия, но которые не провоцируют дальнейшую эскалацию по белорусско-украинской границе. Мы, кстати, тоже проводим там постоянно учения. У нас там на сегодняшний день концентрированы нормальные силы обороны, которые четко понимают, что делать. У нас там и минные поля есть, и хорошо охраняется сам периметр границы. Это все очень четко контролируется. Контрразведка и разведка наша работают. ГУР активен, чрезвычайно активен по этому направлению. Мы понимаем настроение и в политических элитах, и в военных элитах именно Беларуси. Безусловно, Россия сегодня туда пытается отправить энное количество мобилизованных. Мы планируем, что там будет до 20-30 тысяч мобилизованных. Безусловно, какие-то попытки они там еще могут. Бунт даже внутренний. Это, кстати, между прочим, один из сценариев, который рассматривается на нами как вполне серьезный. Это то, что россияне, насытив, воинские части Беларуси попытаются устроить бунт и перехватить у Лукашенко управление военными. Такой сценарий тоже вполне рассматривается. И, кстати, господину Лукашенко нужно быть с ним активным, потому что у него инфильтрация российских генералов на разных уровнях и полковников чрезвычайно высокая. То есть они в Беларуси всегда как было? Ты одновременно можешь быть с председателем КГБ, вот такой был субъект по фамилии Елен, да, председатель КГБ, потом он уже стал начальником службы безопасности как гражданин России начальником службы безопасности в Газпромбанке. Ну или где-то там, или в Газпроме самом, или в Газпромбанке. И так далее. То есть у Лукашенко таких примеров там сотни и тысячи. Так вот, Россия туда хочет отправить много мобилизованных, мы это видим, они будут это делать. Но тут вопрос, два вопроса. Первое. Эти мобилизованные, на наш взгляд, представляют из себя крайне деморализованную часть неподготовленного войска, то есть они не профессионалы, воевать они не умеют, и, соответственно, мы надеемся, что это будет только усугубляться. Мы надеемся и будем все для этого делать, потому что для нас важно максимальная деморализация россиян, которые должны здесь массово гибнуть, а вообще сторонник того, чтобы россияне здесь, на территории Украины, раз есть такая уже возможность, массово несли потери, потому что это надолго отвадит их от произношения, неправильного произношения слова «Украина». Смотрите, это очень важно, мы можем тут иронично сказать, но вот слово «на Украине» после этой войны они забудут, как надо произносить вот это. Они будут говорить «в Украине», однозначно. Так вот, мы к белорусскому направлению активно готовимся, если нужно, то есть мы там все понимаем, разведка работает, мы понимаем, что Россия попытается активировать его, но шансов у России с каждым днем все меньше и меньше, и смотрите, после каждого лимана таких шансов будет чрезвычайно мало. На наш взгляд, освобождение крупных городов, желательно максимально быстрые сроки, оно позволит России окончательно перейти к главному занятию для себя, это традиционному бунту, для того, чтобы поменять политическую элиту. Ждем, так сказать, хотя в Дагестане, кстати, продолжается, в Якутии продолжается, то есть началось оно сыпаться вот по тем краям, это будет эффект домино иметь, или все-таки нужно что-то более серьезное, в каком виде оно вообще может рассыпаться и остаться. Это будет иметь безусловный эффект домино. Российская Федерация в таком виде, она не будет существовать однозначно, потому что она не дает взамен, она многое берет у этнических сообществ, в том числе, но взамен ничего не дает. Она им не гарантирует сохранение стабильности, главное. То есть люди уже понимают, что стабильности не будет, в любых смыслах, и в политическом, и в экономическом, и в индивидуальном, с точки зрения вложений денег, в образование и так далее. То есть Россия в таком виде она у людей только забирает. Это до определенного времени работает, особенно если у тебя есть тяжелый репрессивный аппарат, который может иногда, когда ты возникаешь с какими-то вопросами и начинаешь задавать их, она может воздействовать на этих людей, потому что таких людей, которые готовы задавать вопросы, всегда не очень много в начале, на первых периодах. Но тем не менее, любая система должна давать человеку взамен то, что она у него берет, что-то в виде сервиса, в виде стабильности, в виде возможности получить большую доходность завтра, в виде свободы как таковой. Свободы не с точки зрения политики, а свободы перемещения, как минимум и так далее. Россия сейчас практически за эти 7 месяцев все это, то, что там оставалось еще, обнулило. И, соответственно, нет смысла сохранять тот общественный договор, который есть между нынешним российским обществом и тоталитарной, ну, вернее, авторитарной, это будет более правильно, авторитарной политической вертикарию. И, соответственно, безусловно, это люди еще не сразу могут проявиться. То есть нельзя ожидать, что ты вчера объявил мобилизацию, она идет таким, знаете, крайне репрессивным, принудительным характером, она очень дискриминационная, она не обращает внимания, кого они забирают. И, соответственно, это шокирует людей. Но нельзя ожидать, что люди готовы будут проявить свою позицию буквально завтра. Они еще не структурированы, они не понимают, как это будет развиваться. У многих еще есть иллюзия, она будет какое-то время длиться, там, месяц, полтора, два, что все может вернуться в довоенное время. Это, вы помните, Европа тоже первые два, 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 два с половиной, три месяца думала. А некоторые и сейчас думают, что можно вернуться в 23 февраля и точно так же приходить на концерты Россотрудничества и получать там дополнительную доходность и так далее. Нет, всего этого не будет. Вот эти все иллюзии закончатся и, соответственно, эти люди будут понимать, что им нужно либо смириться с тем, что они будут расходным материалом, неважно в каком смысле этого слова, да. То есть это те люди, из которых все заберут и выбросят за ненадобностью. Либо они начнут структурированно выходить на акции протеста. И вот эти первичные акции, они уже начались. Но это процесс. Процесс. И знаете, тут я еще отдельно скажу, опять же, зафиксирую. Ну, так как у нас президент уникальный в этом плане, вот у него есть абсолютно интуитивное ощущение, очень часто у него проявляется это интуитивное ощущение у Владимира Александровича в том, что он очень точно чувствует вот этот как бы протест народов России против федерального центра как такового. Он это уже чувствует, он гораздо раньше, ну, потому что интуиция это все-таки не анализ, да, это именно ощущение надвигающегося чего-то, плюс потом дополнительный анализ, дополнительное информационное обеспечение, которое есть у президента. Вот оно позволяет надеяться нам на вот этот рост, резкий рост центробежных настроений в Российской Федерации. Ну, будем надеяться, очень хотелось бы и напоследок, вернее, резюмирую, не напоследок. Кирилл Гуданов в своем интервью Наталье Масеичук сказал, что есть вероятность, скорее всего, к концу весны 2023 года Крым будет вновь иметь границы Украины, да, то есть мы вернем Крым. Есть ли такая вероятность действительно, и если да, то есть ли уже план по реинтеграции крымчан в Украину все-таки 8-9 лет, да, 9 лет будет, как там проводилась просто безумнейшая эта пропаганда, да, и мы понимаем, что мы вернем его по настроениям, скорее всего, скорее всего, не буду ничего утверждать, немножко по-нибочиному, украинскому оборудованию. Ну, во-первых, я с огромным личным уважением отношусь к Карилу Алексеевичу Буданову, и он действительно обладает невероятным объемом правдивой информации, то есть я считаю, что это наряду с президентом, наряду с нашими военными, с генеральным штабом, прежде всего, да, с целым рядом военных, которые эффективно проводят операции по контрнаступлению, господин Буданов, это тот источник, который действительно обладает полнотой знаний о том, как война будет развиваться дальше. Вот есть Верховный Главнокомандующий, есть генеральный штаб, и есть Кирилл Алексеевич, который исключительно точно понимает, что будет, и поэтому я не сомневаюсь, что Крым, тут вопрос сроков, он может раньше быть нашей территорией, потому что, еще раз подчеркиваю, это зависит от, мы немножко раньше об этом говорили, от двух параметров, это оружие, оружие и падение одного из двух основных вот этих, скажем так, городов, которые спровоцировали Донецк и Луганск, они являются символами вот этой, знаете, варварской цивилизации, то есть более криминальных анклавов, наверное, придумать в наше время нельзя. Это что касается сроков освобождения, и что касается в принципе освобождения, Крым будет Украиной однозначно. Я сторонник все-таки, что он будет гораздо быстрее входить в состав Украины обратно и так далее. Теперь, что касается реинтеграции, это, на мой взгляд, не тяжелый вопрос на самом деле. Вот вы, понимаете, вы сейчас хотите вернуться в парадигму 2015-го с аккуратно, люди там под влиянием пропаганды находились и так далее и тому подобное. Я считаю, есть субъекты, которые чрезвычайно активно поддерживали российскую оккупацию, служили в рядах российских авгукационных войск или в российской авгукационной администрации, это неважно. Вот эти люди должны получить максимальные сроки за предательство своей страны. Максимально. Показательно. Показательно. Да, доказательно. Показательно, да. Вторая группа населения, это то, что вы говорите. Вот если наши ребята зашли в военные, освободили территорию, и на них кто-то косо посмотрел, потому что считает, что он тут нормально уже украл у кого-то собственности и жил. Он не работал в оккупационной администрации, но он очень хорошо относился к России. Вот мне кажется, что как только вы эти взгляды увидели, я так утрированно, конечно, говорю, понятно, что сейчас кто-то может зацепиться за это, но я считаю, что опять же можно провести определенную работу и попросить их уехать жить в Российскую Федерацию, в это счастливое пространство, где все живут в нищете, без газа и так далее. Вот они там должны будут жить. И, наконец, третья категория. Я считаю, что люди в течение полугода, полугода поймут, что Украина — это всегда лучше. И через полгода у нас там будет абсолютно проукраинские настроения, потому что здесь есть важный фактор. Всегда безумно любят страну, которая выигрывает военную у монстра и которая загоняет монстра обратно в медвежью нору. Это очень важный аспект. И, соответственно, психологически там будут другие настроения. И мы не должны себе позволить, еще раз подчеркиваю, и опять же зафиксируя это, мы не должны пройти по пути 2014-2015 года, когда мы очень лояльно относились к таким полуколлаборантам, коллаборантам. Нужно закончить эту историю. Либо ты Украина, либо ты Россия. Нас не волнует твоё желание жить в России. Пожалуйста, там и живи. Но если Украина, то Украина — это определенные правила, это определенная цивилизация. Она не имеет отношения к российской варварской цивилизации. И, пожалуйста, примите эти правила. И я думаю, что вы сами увидите, через полгода после освобождения Крыма, там будет совершенно невероятный воздух свободы. Дай Бог, как и во всей Украине. И я бы добавила, как и во всем мире. Потому что, находясь даже какое-то время в Европе, после полномасштабного торжения, то есть общаясь с европейцами, очень многие понимают, что это угроза не только Украине, это угроза всему миру. И чем чаще мы это озвучиваем, тем это понятнее, реальнее. Я благодарю вас, Михаил, за это интервью. Мне бы очень хотелось через какое-то время, вот как вы говорите, что Крым вернется в Украину быстрее, а значит, мы выйдем на границы 1991 года, а значит, мы победим. Мне бы очень хотелось потом с вами поговорить о том, как вы думаете, какой будет Украина после победы. Но я думаю, что об этом еще не время, наверное, говорить. Правильно? Обязательно поговорим, потому что я вижу образ Украины, но абсолютно четко, и я понимаю, что мы выиграем, несомненно, иначе бессмысленно все, и бессмысленно то страдание, которое мы видели в глазах наших детей. Ой, да, так, все. Спасибо. Спасибо вам огромное. Хорошего дня. Подписывайтесь на канал Униан. С вами были Талкалта и Михаил Подоляк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова